С вами Николай Пивненко в проекте Дата. Сегодня 5 июля. День работников морского и речного флота. Отмечается он с 1976 года. В первое воскресенье июля традиционно чествует речников и моряков торговых и пассажирских судов, судоремонтников, работников отечественного портового хозяйства. Ну а теперь о родившихся в этот день. В 1802 году появляется на свет Павел Нахимов. Адмирал, участник кругосветного плавания и Наваринского сражения. Герой Крымской войны, военный губернатор Севастополя и просто легендарный адмирал русского флота. Историки утверждают, что он не представлял себя без существования на военном корабле или военном порту. Погиб при обороне Севастополя. В 1857 году рождается Клара Цеткин, немецкая политическая деятельница, участница международного коммунистического движения, одна из основателей Компартии Германии и, естественно, активистка борьбы за права женщин. Мы, конечно же, ей обязаны 8 марта. Кстати, после Первой мировой войны и прихода к власти в Германию Адольфа Гитлера, Клара Цеткин эмигрировала в Советский Союз. Здесь она и скончалась в 1933 году. Прах Клары Цеткин до сих пор покоится у Кремлевской стены в Москве. Жан Кокто, французский писатель, родился в 1889 году. Авангардист, кинорежиссер, актер и художник. Ведущая фигура в европейском модернизме. Он работал с Пикассо, Дягилевым и Стравинским. Написал огромное количество произведений и стихов. «Я к идеальному стремлюсь, Я сердцем чист, Ловлю глазами я невидимое нечто. Я весь надеждами дышу, О том и речь-то, Что я топчу в пути и грязь, и вешний лист». 1930 год. Нил Амстронг, американский астронавт НАСА, приходит в этот мир. Летчик-испытатель, космический инженер, профессор университета, военно-морской летчик США. Первый человек, который ступил на Луну. 20 июля 1969 года в ходе лунной экспедиции корабля «Аполлон-11». Команда благополучно приземлилась 24 июля, хотя отлет с Луны не обошелся без неприятных приключений. Вернувшись в посадочный модуль, астронавты обнаружили, что повреждена кнопка запуска двигателя. Ситуация критическая, поскольку помощь с Земли явно не подоспела бы к Луне в течение имеющихся в распоряжении экипажа трех суток. Чудом двигатель удалось запустить, и первый полет человека на Луну завершился полным триумфом. Ну, если, конечно же, не брать во внимание то, что некоторые до сих пор считают, что никакого полета не было. В события дня, 987 год, после смерти последнего французского короля из династии Каролингов Людовика V, на французский престол восходит Гуго Капет, граф Парижский и герцог Франции. Ставший первым представителем династии Капетингов. Власть короля в те времена весьма ограничена, но Гуго сумеет, пользуясь поддержкой церкви, обеспечить престол своему сыну Роберту, назначив его соправителем. После этого королевская власть во Франции фактически превратится в наследственную. 1682 год. В Москве бунтуют раскольники. Во время правления царевны Софьи Алексеевны они требуют открытого диспута с патриархом. Поддержанные стрельцами и растерянностью правительства, раскольники собираются на площади перед горновитой палатой и раскладывают книги, готовятся для церковного спора. Чтобы не подвергать опасности патриарха, раскольничьих начетчиков пригласили в палату. Царевна с несколькими царскими особами вошла в палату и прения начинаются. Спор идет долго, до звонок вечерни. В итоге раскольники выходят на улицу и кричат, что они победили. Царевна тем временем приказала перехватать самых беспокойных, что и было сделано. Вождю раскольников отрубили голову, а многих разослали по монастырям. Как писали тогда некоторые летописцы, вернее позже, в Москве стало спокойно. 1687 год. Публикация математических начал натуральной философии Исаака Ньютона. Правда, называют и другой день, 6 июля. В которых он сформулировал закон всемирного тяготения и три закона движения, ставшие основой классической механики и названные, естественно, его именем. 1710 год. Основывается царское село близ Санкт-Петербурга. Именно в этот день Петр I дарит своей будущей жене Екатерине Алексеевне царскую мызу, находящуюся в 25 километрах от Санкт-Петербурга. Екатерина Алексеевна заложила в царском селении большой парк вокруг новых каменных палат и, отдав часть леса под зверинец, приказала огородить его тыном. С 1741-го царское село – официальная резиденция русских монархов. Ну а после революции здесь будут размещены детские учреждения, от чего город получит название «Детское село». Ну и оно долго не продержится, потому что в 37-м город переименуют в Пушкин во знаменование столетней годовщины со дня смерти русского поэта. 1946-й год. Во время показа мод в Париже модельер Луи Рерд представляет новый женский купальник с помощью манекенщицы Мишлен Бернардини. Она выходит на подиум, прикрытая двумя узкими полосками материи. Костюм сразу же получает название «Бикини» по имени Атолла, над которым четырьмя днями ранее США провели испытание атомной бомбы. Ну, возможно, шок от новой модели был не меньшим, чем от возможного ядерного взрыва. Элвис Пресли в 1954 году в Мемфисе записывает свою первую песню «Все хорошо, мама». Сохранилось лишь два полных дубля и два прерванных вступления песни, которые впоследствии были изданы, те самые первые. Сам же Элвис почти всегда включал эту песню в свои концерты в 50-е и 70-е годы. И существует множество концертных записей. Мария Каллос в 1965 году в последний раз выступает на оперной сцене в опере «Тоска», поставленной в лондонском Ковингардене. Врачи настаивают на отмене ее выступления, так как у певицы уже давно были проблемы именно с горлом. Но она выходит на сцену, фактически совершая подвиг и самоубийство одновременно. Три следующих запланированных представления с ее участием уже не состоятся. Некоторые так и говорят – самоубийство певицы. 1986 год. В Москве открываются первые игры доброй воли. Они созданы по инициативе не нашего человека, Теда Тернера, как альтернатива Олимпийским играм после бойкота США и других западных стран Олимпийских игр в Москве в 80-м из-за вторжения СССР в Афганистан, ну и ответного бойкота СССР Олимпиады в Лос-Анджелесе в 84-м. Первые игры проходят в Москве. В них принимает участие более 3000 спортсменов из 79 стран, которые разыграют 182 золотые медали в 18 видах спорта. В конце соревнований было побито 6 мировых рекордов – несколько континентальных и национальных. Но как-то в итоге эти игры не приживаются. И, видимо, Тернер, который планировал что-то заработать на этом, решил отказаться от этой идеи. Ну и еще одно событие. 5 июля 1943 год. В 2 часа 20 минут начинается величайшая битва на Курской дуге. Уже с зимы советское командование знает, что тут будет крупное наступление немцев. Точный час начала операции известен не был. Но помогает случай. Разведчики берут языка сапера 6-й немецкой пехотной дивизии. Его сведения подтвердили полученные ранее данные. И принимается экстренное решение – ударить за 10 минут до намечавшейся артподготовки противника. В результате застигнутые врасплох гитлеровские войска смогли начать намеченное наступление на 2 часа позже. И это сыграло огромную роль в результате битвы. Потери Германии составят около полумиллиона человек. Именно этот мощный артудар сыграл огромную роль в отражении первого натиска врага и в итоге повлиял на весь исход Курской битвы. С этого момента стратегическая инициатива переходит к нашим войскам. Наступает перелом в войне. Тогда под Курском и Орлом впервые появляются столбы, установленные солдатами. До Берлина столько-то километров. С вами был Николай Пивненко в проекте «Дата». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова